Заседание штаба по комплексному развитию региона открыл губернатор Алексей Русских. Глава региона начал с критики городской власти и управляющих компаний за плохую работу в период ледяного дождя. Если трассы и автодороги находятся в удовлетворительном состоянии, то пешеходные зоны, тротуары, дворовые территории оставляют желать лучшего. Поэтому сейчас все силы необходимо бросить на их очистку и посыпку. Особое внимание уделить подходам к социальным объектам, школам, детским садам, поликлиникам, учреждениям социального обслуживания, МФЦ. Работа должна осуществляться круглосуточно. В Ульяновской области в штатном режиме продолжается отопительный сезон. Ежедневно на всех объектах соцсферы и на предприятиях ведется мониторинг температуры внутри помещений. Если случается порыв, оперативные службы выезжают на место для его устранения. Видим, что каждую неделю приблизительно уровень нештатных ситуаций находится на одном пределе. Это порядка 60-70 нештатных ситуаций. Большая часть это водоснабжение. Это наша беда сегодня. Из-за ветхости труб выходят из строя водопроводы. Программы модернизации позволят улучшить ситуацию и сократить число аварий на коммуникациях. В преддверии новогодних праздников коммунальные службы готовятся к бесперебойной работе. Сегодня 100% все предприятия, отвечающие за жизнедеятельность на территории региона, сформировали графики дежурства в выходные и праздничные дни, в том числе на новогодние праздники. Они укомплектовали все бригады на 100% персоналом. В регионе подвели итоги конкурса отбора проектов развития, подготовленных на основе местных инициатив. Это отличная возможность для жителей Ульяновской области решать именно те проблемы, которые они считают для себя действительно важными. Проект реализуется уже 8 лет. С 2015 года за этот период было реализовано почти 549 инициатив. Самые разнообразные от благоустройства территории до объектов образования. Причем общая стоимость данных проектов составила 757,6 миллиона рублей. При этом региональный бюджет оказал поддержку в виде 574,7 миллионов рублей. В Ульяновской области продолжается реализация нацпроекта «Жилье и городская среда». В его рамках область участвует в пяти региональных проектах. Жилье, ипотека, формирование комфортной городской среды, проект по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда и региональный проект «Чистая вода». Общий объем средств, предусмотренный на данный национальный проект, в текущем году составляет более 2 миллиардов рублей. Управлением проектом осуществляет Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области. И реализация данного направления напрямую влияет на работу всей строительной отрасли региона. В Ульяновской области всего 16 домов находятся в реестре объектов незавершенного строительства. До конца года пять из них достроят. Дольщикам еще двух домов выплатят компенсации. В 2022 году показатели нацпроекта по вводу жилья в эксплуатацию будут выполнены. На аппаратном совещании также говорили о безопасности обращения с электроприборами. 10 декабря в Майнском районе в пожаре погибло два ребенка. Также Алексей Русских сообщил о новом кадровом назначении. Илья Вашенцев стал новым заместителем председателя правительства Ульяновской области. Он будет отвечать за вопросы экологии. Валентина Никонова, Герман Баранов, AllPravdaTV